Друзья, всем доброго дня! Я считаю, у нас на канале зарождается новая хорошая традиция, именно обзоры на новые коллекции от LeGrant. Известный производитель, уверен, вы не раз о нем слышали. Совсем недавно мы говорили о коллекции LeGrant Structure. Обзор есть на канале, можете посмотреть, достаточно интересно, познавательно. Сегодня же мы поговорим о коллекции LeGrant Inspiria, то есть вот блок розеточный под телевизор вы сейчас в кадре и видите. Прежде всего меня зацепил слоган, он удачный, маркетологи молодцы, вдохновение в квадрате. Замечательно, поразительно, гениально. Да, инновационным дизайном розетки не блещут, то есть стандартные квадраты, прямоугольники, все по классике, но при этом радует глаз плюс, коллекция очень функциональна. С чего начнем? Все, конечно, начинается еще в магазине, мы туда приходим и смотрим на этикетку. Если розетки выключательно не выставлены на стенде, то очень удачное решение, впрочем, как и в коллекции LeGrant Structure, это прозрачная этикетка. Мы сразу видим дизайн, нравится, не нравится, уже на этом этапе делаем какие-то выводы. Плюс у такой упаковки есть и вторая сторона, практичная, в задней части есть всегда схема сборки и подключения. Берете любой белый листочек, кладете на стол, на пол, куда угодно, и схема перед глазами, все очень удобно и наглядно. Конечно, для покупки одного дизайна и прозрачной этикетки со схемой маловато. Она должна любая коллекция, тем более, если у вас достаточно большая квартира и дом, выполнять много функций, то есть быть мультифункциональным. Сейчас вы видите обычные розетки, как вы видите, есть и телевизионные кабеля, можно как сильно подключать, и интернет. Но это не все. Присутствие в ассортименте и одноклавишные, и двухклавишные, и даже трехклавишные выключатели, плюс есть DIN. Иногда это модно, кто-то любит свет регулировать именно при помощи DIN. Касаемо выключателей, выключатель получается, есть и с подсветкой, удобно менять, кстати, эту лампочку. Входит и выходит, и входит. Я это вижу уже не в первой коллекции Le Grando, то есть она спокойно вставляется, подключается, работает как и положено. Вот. Если говорить о всем остальном, давайте немножко вот так. То есть суппорт у нас пластиковый, диэлектрический, устанавливается он легко. Это мы делали и со структурой, тут они, я считаю, схожи эти коллекции, то есть инспири и структура. Но опять же, зачем менять удачное решение? При этом суппорт достаточно толстый, и его можно даже рихтовать при необходимости молоточком. Система завода проводов такая вот рычаговая, то есть отжали рычаг, вставили провод, зажали. Это удобно, но если не надо потом вдруг розетку, там, выключатель переустанавливать, в общем, иногда провода достаточно тяжело вытащить. Но, блин, это какое-то неизбежное зло с этой системой, где нет шурупчиков всяких, иногда такое бывает. Но и любители классики не расстраиваются, то есть в выключателях у нас провода получаются самозажимные, а уже в розетках идут винтовые варианты, все как раньше, по стариночке, при этом, конечно же, надежно. И в этом случае, там, при переустановке ничего дергать не надо, спокойно раскрутили и, получается, переустановили. Кстати, о панелях и рамках. То есть они монтируются в любой последовательности, снимаются достаточно просто, устанавливаются назад достаточно легко. То есть мы поговорили о выключателях, о розетках, диммерах, плюс есть еще комбинированные варианты, можете, в общем-то, на сайте посмотреть. Кстати, немного удивило, получается, что у нас розетки с разъемом Type-C, обычно это USB, ну, не знаю, видимо, какой-то европейский стандарт, можете в комментариях написать. Я, получается, с таким разъемом для подзарядки телефонов и других аксессуаров встречаюсь впервые. Давайте, наверное, переместимся в другую комнату, там тоже есть что обсудить. То есть собираем в любой последовательности, такой способ установки рамок позволяет в некоторых случаях, как у нас, как вы видите, даже обтягивать какие-то неровные поверхности. Это декоративный камень, кухонный партук, интересное, кстати, решение. У нас вообще практически вся квартира выполнена в стиле лофт, просто у нас спальня немножко выбивается из контекста. И Inspira вписалась идеально, и, я думаю, и выбор цвет, как вы понимаете, не случайный. Все-таки стеновые панели под бетон и декоративный камень в цвет напрашивать. Можно, кстати, было выбрать и какой-то бежевый. Цветов достаточно много, в описании под роликом будет ссылка, или грант наш партнер, ссылку обязательно оставляем. Можете перейти цвета посмотреть, разные комплектации. Damn, rerun! Если интересно, конечно, приобретайте. Так, если подытоживать, то есть, ну, мы кратенько все это пробежали, рассказали, то коллекция одновременно и простая вроде по дизайну, но и красивая, соответственно. Монтаж однозначно легкий, никаких затруднений с установкой у нас, ну, не возникло. Не могу ничего тут сказать плохого, действительно, добротная рабочая коллекция. Также стоит заметить, что она долговечна, на солнце не воцветает, рамки, сами панели, гарантия, как вы видели на этикетке, два года. Ну, это как бы финальный штрих в сегодняшнем мини-обзоре. Надеюсь, вам видео понравилось. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем до новых встреч. Пока. Кончилась батареечка, кончилась, моя милая. Кончилась ты батареечка, кончилась. Да что ж такое? Друзья, всем привет. У нас на канале, я считаю, зарождается хорошая новая традиция. Это обзоры на новые коллекции от Le Grand. Уверен, производитель... Плохо получилось. Все это не новое, но при этом всегда в тему. В общем-то... И мяло там... То есть у нас в розетках уже идут классические винтовые ЗЖАЗы. Кстати, вот такая вот система установки рамки не только упрощает монтаж. Подожди. То есть такая установка... Такой...